Тодачка решена была? Нет. Я решал ее. Тодачка решили? Ну я дошел до выражения, а амплитуды через другие выделены. А что делать? Отлично. Сейчас вы будете выступать и рассказывать. Поскольку лекция профессоров 3 часа, то до двух часов я вас здесь верну, чтобы потом передать в теплые руки. И до настоящего несчастья. 3 часа до 3 часа? Да. Судишь, 4. 4 часа до 4 часа. 7 часа до 4 часа. Сейчас выпущем. А то есть до четвергом заниматься. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Чистец. Так, как маленькая... Согласен. 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 Ну вот тоже самое, да? Да? Угу. Нет? Ну не знаю. У меня просто m маленькая, где m это уже масса, да? На чердаку. У, m двумя точками. Это что такое? Минус. 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 По-моему так. Ну, послушай. Для одной части меняется, то есть для всей цепочки, которая недалеке от доменённых, остаётся то же самое. Да? Всё правильно я написал. А для, для йотова, у нас заменяется вот эта штука, для n равного йот, а для n равного йот, а для н равного йот. Минус. 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 Ну вот так, так. Это уже с минусами. Здесь не прислался, что? Да. Не, ну в общем, в этот можно, как с массой делать, записать вот через силу. Ну да, силу, которая там будет 0 и 2 значения получается. Угу. Ну вот, дать, то есть минус от маленькая вот эту сумму, которая типовая, которая в первой строчке фигурной скотки. Да? Ну вот, я тут целиком я написал, а так есть такая. Ну, как бы я написал целиком. На скотке. Плюс, умножающая сида, верно. Вот и плюс это, где у нас какая-то, я на я. П, верно. П, верно. П, n равен 0, если n не равен y, y-1. Так, тут. Ну и лучше. При n равен y, по-моему, будет 1 значение, при n равен y-1 будет 2 значение. Ага. Да. То есть вот, когда мы замечали массу, там… Ну вот там… Ну вот там… Силу отличил себя только на одном узле, а здесь вот на друг, потому что пружины должны остаться. Нормально. 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 И… И… f маленький, но если он большой, где там будет, где-то длинница может быть. и «…» не будет стоять. Вот. А, это ж…… Ну вот, нам нужно… Ну, хвалу, если я здесь вот сюда, я смотрю, то, мне лук кажется, что он умирает. Да, но если мы поставим Y-1, то будет Y-1, Y, и здесь Y-1, то есть это то же самое, только знак на образу. Можно это сейчас не подставлять. Подожди, подожди, подожди. У меня знаки есть, я ошибаюсь, я хочу прям ошибку искать. Так, я бы сказал, смотрю. Нет, действительно, это так записывается. Ну всё. Так, уравнение движения от мультипа записали. Сейчас действуем как? Так, мы будем записывать что-то смещение. Ага, да, да. Сила нуждающая тоже будет периодически. И можно делать, типа, не совсем постановка или, конечно, но... Ну, подставляем, надо только омега в квадрат. Видите, это подборится, где-то. А, а, массу уже подберите? Да, массу подберите. А, массу подберите? А, массу подберите. А, в целом cassette. Угу? Ну и там, уже, вместо U стоят такие А. То есть, по B маленькой, это собственность одна дитя. Ну и тое. Ну а дальше мы это дискретное преобразование в квадрате делаем. Дискретное преобразование в квадрате делаем. Ну, можно сделать, после говорить о этом на все эти слова, потому что решение отказываем по собственным векторам вот этой вот матрицы, ну, можно это не говорить. Работает, работает, значит, не понимает. Вот так. Где-то, он на кубок есть. Две кадры, вот вправо. Вон он. Тут не бьются, а там приел образ. Приел образ. Да. Пишем, наверное, что-то значит. Ну, может, это не писать, а сразу писать и пройти. А, ну, да, потому что уже проделывали. Я бы записал так, омега квадрата. Нацирката. Нацирката. Это двойкая оструй. На двем. То есть, в восемь раз толсты есть, будет и раз. Так. Здесь нужно на двойку. Да. Вот здесь двойка. Двойка. Сколько будет единицы минус восемь? Восемь. 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 Вот здесь мы должны получить. Ничего нового не получить. Какой-то. Квадрат частоты. Собственных приливаний. Декатена. Эмма. Декатена. Все. То есть, у нас получилось. Одну и ту же кадр справа. С. С. Можем это через Декат. Так. Восемь. 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 ВОЭ. Эмма. Восемь. 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 Г fan. Через ПМ выражается обратно к другому А в ПМ мы знаем, что такое Большое, а маленькое Так, ну а там-то два только получается Два, ну, это, слушай, ничем то, что было В случае завещения массы В случае завещения массы глупого просто одно Ну ладно Поведь, Y, 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 Y Да Ну, AN это можно записать Так, белокаты нашли Теперь, да, можно записать Вот, AN есть у вас Вот AN есть И AN можно, наверное, уже писать, да? Так, ну, знаменатель будет Омега квадрат минус омега квадрата Так, ну, это зависит еще от ка в полном понедельнице Ну, еще и будет Девчонки Так, ну, будет Большой и минус омега квадрата Ага Так Ну ладно, запишем сначала ка через два Так, три Есть А, Y, M-1, A Y Так, еще будет А,低 curly curly А,太stand. Я вот этоllanк Я испoнял Я не знаю, надо регулярно Ну не пишите ща Нажимаем J1 И все Да, и вот второе вспоминание, которое вот это было. Так, значит, a, y, минус a, y, минус 1, так, x, понятно, здесь, и k, n, n, y, так, вам сколько получается? А, это то же самое, только с однако минус, и экспоненты здесь как бы та же, наверное, и k решили. Точно, точно, верно, подмечено, верно, подмечено. То есть, можно собевать, например, в одну сумму. Ну, пять, 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 пять. Так, ну, вот так это получится, понятно? М, m, m, так. f маленький, если он большой, то же получится. Что мы говорим? f маленький, если он большой, то он может быть. и к, м, минус 1, и к, n, y, минус 1. ИКН-Ю, наверное, будет тот же. ИКН-Ю, и тут 1-200КИК. Вот. Что дальше? А дальше не знаю. Всё, спасибо за видеть, дальше я буду говорить. Ну а что дальше? Очень похоже на то, что мы получаем для замещения массы. Замещение массы у нас, правда, что было? АН равно АН умножим на какую-то сумму. И эту сумму мы продали вниз. Здесь у нас из-за того, что два атома, задействованные в свой местный комплекс, то они тоже... Количество у нас получает, чтобы сложнее. Но сейчас что делаем? Вместо Н можно поставить Й. Вместо Н можно поставить Й-1. Как раз те самые два атома, которые хранят движение других. И в этом случае у нас будет два уравнения, которые закрываются друг за тушку. В случае примесной массы было одно уравнение. Здесь два. Какие это будут? Ну понятно. АЁ-1. А пока так запишу. Сумма ОК АЁ-1, деленное на Ам квадрат минус Ам квадрат. Так, ну и поменяется, что у нас здесь будет. Просто разница, да? Единица минус... Здесь не придется. Ладно. А Й-1, деленное на Райд? То же самое. Й-1 мало. Дорова Н, большого Н мало. Сумма ОК. Здесь будет то же самое вроде бы, да? Да. АЁ-1. Так, кто-то будет изменен. Дорова Н, другая. Здесь будет минус ИК. И, разница сколько, то же самое. Если я умножу, получится такая предъявителька. Е в степени минус ИК минус ИК. Оно? Ну, если посмотреть это как на систему уравнений, все, мы уже все маски сняли, у нас сила уже не настоящая вынуждающая, а связанная с пультиками, причинами. То есть здесь у нас получается система линейных однородных уравнений относительно Ай и Ай-1. Ай-1. Что тут? А на Ай плюс Ай плюс Ай плюс Ай плюс Ай. А, первое – это… Сейчас я взошел. Ай-1. Система имеет нитривиальное решение, когда открытель ее равен 0. Вот сейчас я коэффициенты А, В, С и В распишу по-хорошему, и они на самом деле похожи, которые будут только русские. Хотя нет, зачем коэффициенты А? Короче, вот, приписали типовольный, да, это синесо сюда, это синесо сюда. Какая-то система вот не получится. Поехали. Итак, А, В, С, правильно. А, нет, не верю. Это же начало справиться. Единица плюс. Единица минус, точнее. С большой минус, f маленькая. Ему n, n, сумма. Пока. Так, подождите, я задумываюсь немножко. Давайте я какую-то сумму обозначу. Пусть у нас сумма по К единица омега квадрат минус омега квадрат, делящая от Та. Не знаем, мы их счета. Не знаю, не знаю, не знаю. Другие куклы обозначим. Кси. 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 Опа. Единица на m сумма по К е в степени ик, но мы ее тоже считаем. Ну как мы ее считаем? А нет, мы ее нормально тоже считаем. А это будет 2. Тогда у нас уже великих сумм не будет. Будет все в порядке. Так, единица минус, я еще переношу сюда. У нас будет айот умножиться на а минус b. На m. Айот минус айот минус 1. И мы будем его унести. Так, а здесь будет а минус b. Верно? Здесь же у нас будет минус f малый на m тоже. А здесь будет минус а плюс b сопряженное. Ну, b сопряженное b это одно и то же ведь, знаете. Поэтому я пишу b. Почему b и b? Ну ладно, все понимаем. Ну, потом. Так, правильно я сейчас что-то делаю? Это, а и b имеют размерность обратной частоты, обратной квадратом. Все, все, все нормально. Так. Верно. А минус b. Айот плюс. F ветосн Ф дм. Так, ну в общем, первое уровнее системы. Второе уровнее системы, это, значит, если я хочу одинаково записывать, то сначала у меня будет айот. А, ясно. Минус. m, 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 m. Причём у нас плюс. Что же мы приносим сюда? Что часть это будет? А, плюс b. Попишу этическая группа. Так. Плюс, это же умножается на a, j. Плюс, единица. Там была единица. Минус, это действительно со знаком, со знаком минус. Так, а единица будет минус? Минус. А, j, минус 1. Это тоже равен. Во. Конечно, не видел. Так. Здесь у нас минус, и здесь у нас минус. То есть можно было взять здесь минус, а здесь а минус b. так. А поскольку у нас эта штука, j, минус 1, разделалась со знаком минус здесь, то поэтому она пошла со знаком минус. Правильно? Да. Ну и определить эту систему нужно взять нулю. Так, всё, я не успеваю эту штуку. Нетривиальное решение, то есть да, нетривиальное решение возникает, когда определить эту систему равен нулю. Собственно говоря, из определителя мы получим эти вот амплитуды грибаний атомов, j, j, минус 1. А потом у нас еще есть соотношение между a, n и a, j, j, минус 1. Это уже будет амплитуды грибаний атомов. Так, так, так. Для случая одного премесного атома было всё просто. Было одно уложнение и одна неизвестная. И мы коэффициент перед вот этим а премесным приравняли единицей. Здесь приравняли нулю, конечно. Приравняли нулю. Здесь нужно определить систему уже. Эту приравнение приравнено. Ну и будет доказать. Давайте a-b обозначить на новую боку. А поскольку себе диетического хоббитов значит уже можно взять терапевтическое так, как пишется? Да, значит так. Так, единицы минус. Ладно, пишу, я прошу маленькое, деленное на m немного за d взять. З Греческая полная так пишется? Зарейнодреская. Зарейнодреская . У вас плитие хоббитов Запад Ну, легко расправиться опублики. в уме нужно сосчитать, тут квадрат разности, потом еще минус эта штука, получается вот такая штука единица минус удвольная вот двое нет минус так хорошо или плохо то, что можно учить по идее плохо, ну как плохо у нас получилось, что уравнение одно соотношение одно вместо двух ну выражение такое, по идее если бы мы решали обычным разделить, то у нас получилось квадратное уравнение относительно z, приятно? а вот получилось линейное уравнение уравнение какие были выводы я не знаю ну, уравнение получилось очень похоже на то, что было в прошлый раз только чуть-чуть по-другому только у нас все другой ну нужно так 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 я сейчас открыл систему смотрю вы мне очень аккуратно подскажите, чему равны а и b а точно мы считали а сочетали да, мы а сочетали в том приближении, когда омега больше омега максимально да, других способов сочетательной суммы у нас нет то есть то есть единиц на квадратный n сумма сумма пока единица минус е степени ик деленное на омега квадрат минус омега с квадратом к длинище равно одна вторая m на n вот так оно видно я просто переверну z в левой части в левой части все остальное в правой части все остальное это я перенес сюда на 2m все нормально даже логично у нас вот эта штука должна быть положительная ну не отрицательная штука сумеется значит чтобы решение существовало эта штука тоже должна быть положительной то есть f он должен быть больше чем рак только при дольной жесткой пружинке а ну будет что это будет омега ну больше не смотри 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 я начинаю вырисовывать график зависимости левой и правой части от амег ну правая часть она его положительная отрицательная верно причем она может быть да никаких ограничений нет так а левая часть какая ну естественно содержит в себе кучу вертикатов с симптом ну если точно содержит далее вот когда примесная масса была не было это экспонент поэтому нужно здесь смотреть если у нас омега омега стремится к нулю то у нас убывание правильно убывание интересно чему равно это выражение когда омега стремится к бесконечности что у нас стремится к нулю омега стремится бесконечности это фукс а да когда была примесная масса и стояла омега квадрат и это столько стремилось к единице поэтому здесь у нас будет вот такая вот штука ну и эти всякие чистаковы можно здесь с вот ну да правая часть она либо здесь когда у нас более жесткая пружинка либо здесь когда у нас менее жесткая пружинка у нас существует решение с частотой больше чем максимально если же отрицательная правая часть то не существует опять таки локальные колебания у нас возникает 5 только 5 не было такого но так может более легкая масса а здесь более жестко если теперь воспользоваться значением этой суммы которая у вас конечно же есть но вы не говорите то можно просто найти локальную частоту как она зависит от дефекта жесткости можно это сделать нету все заранного считать будем волосы все есть огневого итак ну вот считали вот такую сумму если этого не банят вверх собственно говоря даже по-моему чему она равна но хочу проверить правильный вот единица на ипсио эээээээ никакого ипсио это уже потом я не знаю еще раз да да здесь это функция дока частоты частоты и должна видеть обмена максимально 1 на π 1 на π 1 на ω2 А 1 на π будет? Нет, там π, по-моему, артангенс и артангенс 1 на ω2 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 Сразу же через омега, значит, или через еписку. Ну и, ничего страшного здесь нет. Значит, так эта сумма считается. Это единица на n. Так, косинус. Что мы сделаем с косинусом? Чтобы у нас... Выразим через омега. Да, сюда вот посмотрю и выражаю косинус. Ой, ладно. Один минус 2 омега на омега максимальность. Единица минус косинус К. Это 2 омега квадратов К. Беленная на омега максимальность. Что еще будет? Сумма пока. Единица минус. 2 омега квадратов К. Беленная на омега максимальность. Все? . . Продолжение следует... Я мучу, но вы же понимаете, что я тут все проговариваю в руках. Ладно, еще два буквы. Тут настоит некий квадрат АК. Что-то типа этого. Угу. Сминус. Сминуса. 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 Опа! Посмотрите, если вы скажете, что я не падаю. Пожалуйста. Сминус. Немного здесь. Сминуса. Сминус. 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 Все правильно? Да. Сминус. Сознание. А где еще может быть? Сминус. Сминус. все подставляем это равно 2 я не могу здесь упрощать, потому что потом еще стоит плюс вот это вот единица минус 2 омега максимальная в квадрате и вот это страшный город, это единица минус 2 омега максимальная в квадрате на омега в квадрате это если кто забыл, это считали вот такую сумму ну и теперь нужно в уравнении на частоту у нас разность вот этой суммы и вот той, которую нужно считать только что так, сейчас, когда я конечно же эту сумму считаю, я уже предполагаю, что у меня омега в квадрате так, равна из той штукенции, я считаю вот эту штукенцию единица на омега квадрат, единица под корнем, единица минус омега максимальная в квадрате на омега в квадрате и с той я выучил эту, то есть это что-то умножится на 2 омега квадрат, деленное на омега максимальная в квадрате, правильно? и выучится вот это штукенция минус 2 на омега, максимальная в квадрате ну да, вот так, есть много чего, омега квадрат совращается здесь и здесь вот такая вот лапочка, вместо страшных поражений ну вот, отсюда можно конечно омега вывести через вот этот единственный параметр, который у нас был ну, у вас получится, да? так, все готово как-то так ну и все нужно сказать, что да, здесь у нас будут локальные колебания, потому что сюда больше чем максимально можно показать, но мы этого делать не будем, конечно, что при локальном колебании амплитуда будет уменьшаться с удалением от этого примесного комплекса все то же самое, что и было для задачи про примесные амплитуда есть вопрос? вот это надо было сделать до конца дома а не только эта система ну ничего, нормально так, что, какая-то еще одна задача у вас висела, верно? здесь устирать это задача колебания что-то что-то решетки ну какой решетки она не экзакональная она так, ну как она на самом деле называется фотография, она так находится или слоя графита в принципе экзагональная в принципе экзагональная ну, конечно, это экзагональная все посмотрели и видели по-английски ханикамп а, ну вот ханикамп это 4 сот медовый сот если уж на то пошло переводить, но так-то они, конечно, пчелиные значит, в прошлый раз я начал выписывать для вас страшное уравнение для колебаний вот такой вот решетки выписал решил получил но потом подумал, что это у вас будет пока но вы сами видите что там одно уравнение на колебаниях плоскости плоскости довольно-таки большое что так получается я просто строил ну наверняка неправильно давайте кто просто я на то, что не верну ну сейчас не ну сейчас я покажу какую какую нет так, это амир квадрат, да? да да о должно быть непримерно если например квадрат строить то должно быть что-то типа этого это вы не одного направления взяли но неважно должно быть вот это вот непременно ой это я извините не возложил потому что на самом деле понимаете что я должен максимум должен быть ну вот вот должно получиться ну сейчас я посмотрю проченную точку посмотрим хотя бы вначале как будет что будут за колебания если колебания только в поперечном направлении угу тут будет попроще во много раз то есть рассматриваем что только поперечные колебания ну можно заметить что колебания в плоскости они никак не связаны так поэтому можно это уравнение движения рассматривать по отдельной катушке ну все поняли поняли что я взял плоскостью повернул ребром и вот это атомы которые ну в любом случае нужно что сделать нужно взять рассмотреть элементарные 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 элементы у у меня это будет смещение по перечной плоскости то есть здесь я должен взять УЗ но у пока нет применительно поэтому у будет сколько индекс который нумерует ее положение киста 222 просто раз выяснили что у нас 2 это как вектора остаться всего 6 получается как в композиции 2, прошел, 2, сомненький 3 и конечно векторы 1-10, 2 как мы их выбираем? можно по-разному выбирать ну вот я выбрал 1 на 5 техно-трансляции, да? а другой какой? вот этот, да? да ну ладно, можно было вот это галочку как-нибудь не двумя угу то есть у нас каждая элементарная ячейка задается двумя числами это nx и ny вектор элементарной ячейки это nx умноженное на вот это вектор на x ну он, конечно, совсем y ну он, конечно, совсем y как его предполагает у нас есть 3 ну, пункт будет 3 ну, пункт будет 3 так, ну и еще к тому же должен быть еще один индекс а кроме nx и ny у нас вот вот это элементарная ячейка и эти одинаковые nx и ny ну а атома в ней 2 поэтому еще один индекс, который снимирует атомы в гунте элементарной ячейки ну, типа бас какой цифр какой цифр это будет у нас 1, да? а это 2 как-то так то есть радиус вектор конкретного уже узла будет такой r это nx и x плюс ny и y плюс какой-то это k nx и ny а вот так ну, k это вот как звучит если мы сначала берем внутри одного из атомов подышевки а короче u у нас зависит x y и а а а а например защитим 2 и u в данном случае до этого компонента смещения ну, я его больше не так что дальше а да нужно повреждение движения записать относительно вот для этой u tm u u u u m h m u 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 Ну тут, как я уже говорил, что должно здесь стоять? Какие-то другие для соседних атомов. Вот если я беру вот этот, то что у него появится? Скажи, то у него будет, конечно же, у LXLE2. То есть, с мужчиной приезжаешь соседа в той же элементарной айсейке только другого. Так, далее. Вот здесь тоже, кстати, второй. Так, здесь будет вот этот. Он смещен на минус TY. NY минус 1, 2. И еще будет один. Так, вот этот. Он смещен так, сейчас скажу. Он смещен на минус TY и на плюс TY. Вот здесь будет линейная комбинация вот этих вот трех смещений. Ну и сколько заморить за гибикоэффициентными или будут присутствовать? А! И еще, конечно же, сад он будет присутствовать тоже. Линейная комбинация четырех. Потом же в линейной цепочке мы писали MU с двумя точками равно. А там было что? Напоминаем, линейная цепочка. Что стояло? F минус U равное. Минус 2 равное. Плюс U N минус первое. Плюс U N плюс первое. Видите, он просто стоял. Линейная цепочка. Сам он. У меня тоже не он. Тоже здесь стоит. Ну, понятное дело, смысл этих коэффициентов, что это такое? Это отдельные компоненты силы, короче. Если мы N минус первое, N плюс первое не смещаем, а смещаем только N, это лишь силы не могут действовать, она будет возвращающей. Точно так же и здесь. Я долго думал, что он должен стоять в этом месте. Ну, как бы, считаем, что у нас все пружинки имеют данную жёсткость, конечно. То здесь, наверное, будет стоять что-то подобное. F минус 3, U N, X, N, Y. Так, я уже в диагноз пишу. Сейчас подумаем. Нет? А, вот ту силовую матрицу, которую в прошлый раз описывали. Они были матрицей, потому что они были описывали... Ну, короче, так. Когда мы рассматриваем перебонент плоскости, у нас смещаем тоже CX, у Y компонента силы может появиться. Особенно если мы смещаем вот этот атом, то это даже CX, у этого может появиться Y компонента силы. Поэтому там была плоскости. Здесь же мы смещаем туда CZ, и X и Y компонент у силы появиться не может. Всего симметрии. Скажите, если я не могу? Ну, это может. Не может. Не может, всё. Только из этого компонента силы. Получается. Ну, тут будет речь на колебаниях. Так, я вот поторопился, кстати. Давайте я поторопился в том смысле, что начал уже выписывать общий B. X и Y появляются, но они компетируют. Ну да, там всякие. Ну да, суммарно X и Y не будет. Так, ну вы мне не мешайте, потому что мы не до конца начнем писать. Так, плюс. У. Ну, здесь я всё равно. NX, NY, 2. Плюс. Ещё вот прям. У. NX, NY, минус 1, N2. И последнее. Плюс У. NX, минус 1, NY, минус 1, это 2. 2. И большая сумма готова сказать. Почему вот эти коэффициенты? Минус 3, 1, 1, 1. Потому что можно связать на 3 слагаемые. Ну, собственно, значит, здесь вот эти коэффициенты должны быть одинаковые. очевидно или нет? Очевидно. А вот этот, выбираясь таким образом, чтобы когда все три одинаково смещаются, всегда все четыре одинаково смещаются, сила должна быть равном нулю. То есть, если мы берём вот эти вот четыре заседа и смещаем, вытаскиваем их из решётки, ну, на их-то будет как-то действие, а вот на этот ни каких сил не будет. Сила должна быть равном нулю. Аналогично выписывают для второго. Только там надо будет аккуратнее посмотреть. Н. Ну, действительно, тоже так же. Минус 3, у, N, X, N, Y, 2. А это он. Так, сейчас мы просто посмотрим, какие у него ближайшие соседи имеют, да, как они нумеруются? Ага, N, Y, плюс 1. Вот. Вот. В принципе, у, N, X, N, Y, 1, конечно же, будет. N, X, N, Y, плюс 1. 1. Плюс последнее. Так, а вот это у нас будет, это N, Y. Нет. Ну, можно заметить, что обратно. То есть, если здесь вот этот, для первого, соседний второй был имел координаты N, Y, N, Y, минус 1, то для второго первый будет иметь вот такие вот координаты. Обратно. Всё. Вот такая огромная система. Почему однили? Так, хорошо. Я вижу, фактически всё сваливается. Матрица 2 на 2. Сложится. Но пока ещё не сложится. Пока у нас матрица 2N на 2N, где N – количество элементарных ячеек. N – количество элементарных ячеек. Так, кстати, и количество стольких бывает. Можете? Можете, конечно, соль. Так. Можно. Можно. Да. Это даже можно герметически представить. Берём вот такую вот решёточку, да? Сворачиваем её вот так вот, а потом трубку вот так вот оборачиваем. Единственная точка зрения теории группы, то даже можно в качестве не хватит, а все это здесь получится. Вот прямо сейчас, да? Да, нет. Как дополнительную задачу? Снижается. А, какая теория группы? Ну, группа симметрии – циррить. Какая-какая? Циррить гораздо выше. Вращение за три, потому что есть отражение и прочее. Это даст симметрию на точке зоны? И, наверное, на ней прощепление тоже. Здесь будет что, одна оптическая вещь, а не пересекаться не будет. Короче, мы поступаем так же, как поступали в наши клетки, а именно умножим на Е степени и К. Сейчас напишу. Это скалярное произведение здесь. nx, tx, плюс ny, ty, вот это все должно умножить. Обе части. И консуммировать по nx, консуммировать по ny оба уравнения. После этого у нас получится... Нет, погодите, я выбежал вперед немножко. Конечно, сначала установка эллина. Там, наверное, омега квадратный получится. Ну да, давайте я это прямо на месте сделаю. На омега квадратный на у. И здесь знак будет другой. Знаки поменяем здесь. Плюс на минус, минус на плюс. Ну, это настолько очевидно, что нужно сделать постановка эллина, что я даже сразу не забыл рассказать. Да, вот теперь у нас матричное уравнение, и вот решаем таким образом. После того, как я все это сделаю, у меня получаются уравнения на следующие виды. У, нет, гоню, гоню, гоню. Сумма по nx, ny, u, зависящая nx, ny, альфа, е степени, и к, ну, тут вот, nx, x, y, 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 y. Вот. А эти штуки будут стоять слева и справа. Как-нибудь я их обзорю. Я предлагаю u или другую букву ввести. c. c, k, h. Это, ну, зависит сейчас, да. Или лучше альфа, ну, поставить альфа в скотке. Как удобно. Альфа будет здесь. Альфа будет здесь, а кафе будет здесь. А кафе будет здесь. Че-то, да, я тут уже размахнулся, но... Ладно, сейчас открою. Че-то чертеж. Альфа будет здесь. И корректор-то у нас тогда. Да, я на нx, tx, тоже от арква зависит от добавки. От чего зависит? От чего зависит? Ну, еще ж там. Я умножаю только вот эту штуку. не приправляет сюда никакой электробайс потому что здесь у нас элементарные ячейки НХ и НГ главное Так, ну, значит, после этого будет что-то типа этого С первая, зависящая от К Конечно же, будет 3F С первая, зависящая от К Конечно И комбинация С вторых плюс... нет, нет, я шумею сразу же минус F С вторая, зависящая от К А в скобках хитрая шпикенция Единица Плюс Так Е в степени Надо подумать, что Е в степени шпак Минус ИК Минус Минус Вместе с ней Вместе с ней Ну я считаю, что плюс И К Т И И Все, больше ничего Чего Чего Вкусно? Давай сделаем Афиг знает Так вот, в голову там Шру А там что стоит-то? Давайте я вот здесь внизу пишу Там стоит Сумма по N Н Сумма по N Все камеры Все камеры все выросли Да? У меня должно стоять Н Н Н И n y равен n y штрих плюс 1 так как это получается? в итоге им все будет пофиг, но вот так, говоря, нужно делать и плюс, ой, не вязать, к сожалению, две степени минус i k t x e степени i k t x вот так и закрывается это первое обновление, что пришло ну, второе обновление, но он логично, только там коэффициент будет комфортно забыжен 3, все стороны k, минус, ну, я уже бездумно пишу, комфортно сопрягаю так как нужно? не можем f на c, первая обка, как открывается единица, плюс e в степени минус i k t y плюс e в степени i k t x, e в степени i k минус i k t x вот ну да, я тут должен взять ну и сейчас я все взять и уже стираю получается, что омега квадрат должна быть то есть я могу записать, как мне сказали, что сводится в степени квадрата, так оно и есть омега квадрат c, где c это вектор, включающий компонент c на полон, c отказывается, я так еще напишу равно матрица d зависит от к, динамическая матрица ну и x на c, динамическая матрица вот так, омега квадрата это собственное начинение динамической матрицы как выглядит динамическая матрица матрица, вот так, d есть так, здесь так, здесь все очень просто 3f на m минус f на m и я не соблю в степени bkx и в степени bkx плюс 2 степени bkx и в степени bkx по знакам минус и в степени bkx и в степени bkx сколько это открывается ну, есть это вот тут вот тут компас сопряженный а я бы просто вот самое сложное теперь взять и найти собственные начинники самое сложное ну, она должна быть применяться на поворотах на 2 пенетра да ладно в пространстве корректоров, да? да в пространстве корректоров, да? может быть но что такое корректор я до сих пор чуть не говорил вы знаете что такое корректорка? киншки не понимая обратно все выглядит обратно 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 что? обратно обратно а вот не обратно сейчас обратно кто поможет обратно помните мы рассматриваем линейную цепочку хорошо определились а вот для нашей здесь просто обратно будет другой обратно решетка у нас тоже будет решетка 2 на 2 решетка бумерная ну ладно вот здесь у нас по скольку значит два вектора трансляции вот этот и вот этот и любой вектор решетки прямой я бы буквы обозначил чем-то в театре это nx dx плюс ny dx векторы обратно решетки вводятся следующим соотношением e в степени i a b должно быть одно единице а b b b b b нужно узнать как представляется b e в степени 2 i на i приближенные на a a a a так ну компоненты lector tx и lector tx мы знаем но можно решить эту систему даже и не прибегая к компонентам а именно сказать что lector tx Это есть. Пусть будет так. 2P. M, X, B. B? Пусть будет B. Нет. Не спутайте. Вектор B и вектор B, X. Может другую букву извести? Нормально. Нормально? Смотрите. Где вектора B и Y, то в базисе вектора обратных же будет. Скалярная. У нас стоит A на B скалярная умножность. Так, A на B скалярная умножность. Ага. Мы что, боже, нам получить? По-моему, там... Чем-то. Заблю. Ой. Т, X. Нет. Короче. Сейчас. У нас вектора такой. Другой вектор такой. Это T, X. Это T. Вектор. Вектор. Ну, это можно и глинический жилок стыдить. Я не помню, что... Через середину векторов вывести любые, они... Не-не-не-не, но боковат уже поделят. Пойдем, будет обратно. Ну, они даже и перпендикулярны. Только я не помню, что вы видите, за что обозначается. Есть же обратная решетка, дети, да? Обратная решетка, теугольные решетки. Обратная решетка, теугольные решетки, икс, гональ, без золота. То есть, вот то, что я начертил, икс, гональ, без золота, без золота. А что? Если я сейчас... Так, это у нас будет B, Y. Почему я это думаю? А это у нас будет B, X. То есть, я взял, выбрал, таким образом, чтобы B, X был перпендикулярным D, Y, и наоборот. Ну, тогда вот эти скалярные присоединения нулевые. И вот, раз писать в это скалярное присоединение, я получаю... Да. Что, 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 что? А, B. Это будет как раз наоборот B. N, X, N, X, N, X плюс N, Y, N, Y. Вот. Так. Ну, и, конечно же, у нас этот стандартный путь не будет управляться. Нужно скалярное присоединение. То есть, обратная решетка, вот, ну, конечно же, у реальной решетки вот этого фектора, они имеют размерность длины, а обратная будет иметь размерность, получается, обратная длина, да? И, нет, так, она стоит, 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 я еще не до конца записал, получат, не прерываете. Нужно поставить N, X, N, X, скалярное присоединение, T, X, T, X, вот, верно? Нужно, плюс, N, Y, N, Y, скалярное, B, Y, T, Y. А, поскольку они не сонаправлены, B, X, это X, не сонаправлены, правильно? Поэтому тут нужно B взять как-нибудь. Ну, чтобы скалярное не было равно единиц. Ой. Если C имеет компоненты, как, A, 0, 0, T, X, то B, X должны быть компоненты. 1 на 0. Нет, не 0. 1 на, это я согласен. А вторая компонент, это какая? 2 или 2. Нет. Он должен быть перпендикулярным. Это Y. А. А про T, Y какие компоненты? Ладно, это что-то, кем вымажем, T, Y, почему-то, кем вымажем. Это Y, мои компоненты, A пополам. Кольный стрел пополам, A, 0. Кольный стрел пополам. Ну минус вот эта вот штука Вот эта вот штука Переёмка, да Не, не переёмка, а шарик Нет, ну Ну так получилось Это будет одна, вторая Второй Y компонент Должен давать минус одну вторую Верно? Вот, всё Теперь TY Вот такой, BY Правильно, так, ну здесь я уже вижу, что Эта компонент у нас, конечно же, 0 Здесь, опа Правильно Почему минус? Не минус Плюс Не минус Плюс Вот 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 Мы можем выбрать Вот Два направления Фонскости и пеникулярных векторов Я выбрал X почему-то, не знаю почему Наоборот Так Короче Любой вектор В обратной решётке Это 2P 2P M X B X плюс M Y Б Y Эти, значит, они образуют какую? Тоже треугольные, на самом деле, что они будут образовывать, да? Да Ну, то, что длина вектора B и X и длина вектора B и Y одинаковая, вам ведь понятно? Понятно, да? Не надо Понятно, да? Не надо Да Да Всё И вот Значит, если, помните, задачку решали изучать расположенных, ну, линейную цепочку И там у нас указалось, что на векторах обратной решётки, если они изучают с волнами вектором K равному вектору обратной решётки, то на приёмнике мы видим максимум Здесь, как бы, то же самое, то есть, если мы запихнём наши внучатели в... Ну, что? В эту... Ханикам-решётку Медовую сотку То тоже будет максимум до УКЖ, но УКЖ зависит от направления этого K Сейчас как-нибудь соображу А нет, всё нормально Я уже сообразил И эти K обазуют обратную решётку Так... 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 Вот Вот в такую решётку они будут обазовывать Чёрные точки — это узлы обратной решётки K — это B Хорошо? Это K Это B Нет, вот здесь K, который у нас здесь, это не B Потому что... Просто Волгодер Просто Волгодер Просто Волгодер Но... Сейчас скажу, что в силу периодических ограничений у нас должно выполняться соотношение Так... 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 Ой... Какое соотношение? Мы умножали на E в степени И... Малоценными... Ну как это было? Малоценными... Малоценными... Нетрериальные... Будут те вектора, которые умещаются в элементарные ячейки обратной решётки Вот здесь... Ну есть... Есть элементарные ячейки в обычном пространстве, а это элементарные ячейки в обратном пространстве Если бы в одномерном случае элементарные ячейки в обычном пространстве Обычном пространстве соответствует диабетону с нуля, а вот там 2p, и он, наверное, на A И... Законную сперсию там будет вот так вот Для линейных цепочек Однако часто удобно делать так, чтобы начало край винат было В центре симметрии Поэтому... Ой... Да... Линейных цепочек очень просто Берут и k аномеруют вот этим вот диапазоном В случае, когда у нас решётка не одномерная, а двумерная или более того трёхмерная Тут нужно кое-какие манипуляции проделать с вектором k, чтобы он умещался в k Что они приближены Это вот штука, которая... Которую прямую элементарную ячейку, чтобы она задержалась... Чтобы она не делала симметрию всей решётки Называется на мою земле... Сейчас попробую построить А что я строю? Один где-то, вот другой где-то Половина... 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 Шестиугольный будет, да? Что будет? Вот такой вот Сейчас сделаю Вот Вот То есть вот этот вот k, который у нас здесь Он вот из этого шестиугольника Либо можно сказать, что он из вот этой готовности И так и так правильно И сейчас я буду думать как удобнее для меня конкретно данной задачи Дело в том, что если я Принентризую его в вот этой области То я могу Как представить Следующий вид k Это будет α bx плюс β bx Ну еще нужно 2p Хорошо Где α и β меняются на центральный низ То есть как бы сказать Свести вот эту вот область k Вот такой вот квадратный 1 1 В симметрии в этом случае По... Не нарушились? Вот Закон дисперсии Если я напишу как функцию альфа и бета То он уже не будет На грамоте держать сумметрию решетки Однако В этом случае Расчет делать проще Правильно? Ну потому что у нас есть соотношение между bx, tx bx, ty и так далее Вам моя мозг понятно? Ни фига не понятно Ни фига не понятно То есть такое же он здесь Ладно Можно тогда сделать проще Насчитать потом законом дисперсии Только дай бог направлений И центра грани И другую точку Так Центр грани это где? Здесь? Ну да Все остальные По какому-то смысл неинтересно Ну... Неинтересно? Максимум Это должны быть минимумы Давайте По точкам симметрии Есть Ну так Есть вот это Вот это направление Интересно И вот это направление Это так и не надо Ну ладно Можно взять Динамическую матру Сустрельных двух направлений Сделать Так Динамическую матру Сустрельных двух направлений Одно из них простое Это когда К У нас только в той оси Икс не жит Да? Угу А другое? Намного сложнее Так Посмотрите Все равно я построил А Я построил? Ну в общем я Легко строить Грэн графики Когда у нас К За предметовом 3 квадратик Так Берем kr … Легко Максимальное č 0 Woo in z 2 3 2 3 3 2 3 призываю по Y, ага, единица на площадь трех А. В этом случае геометическая матра стоит. Пользуется чем-нибудь, если надо. Геометическая матра стоит, если только А, среди летная. Так, давайте посмотрим. Здесь у нас Y компонент не будет, поэтому это будет... Ха, ну это не факт. И вот он, да? К у нас имеет вот такой вот вид. Это стояло такое мнение, не любое. Я не выпал. Ладно. Единница. А, ну все нормально. Это X ведь будет нулевая, а эта штука будет нулевая. И то и другое будет нулевая. Что делать? И, кстати, явно не видит все. Так, поехали. Матрица 2 на 2 у нас собственные значения легко находятся. 3F на M минус омега квадрат и все в квадрате. А вот тут нужно аккуратно перемножить вот эту вот скобку с ее окруженную. Перемножать? Да, перемножать. Поехали. Единицы. Плюс. Единицы? Да, единицы. Нет, единицы тройка. Ну там будет слово слагаем. Если мы перемножим. 3 на 3 будет 9, да? Из них 3 единицы. 9. 1 плюс 1 плюс 1. Ну, когда вот это мы ком сопряжемное, это мы ком сопряжемное, это мы ком сопряжемное. Это мы ком сопряжемое. 3 единицы. Оставшиеся 6 это будет на низкую плюсу по космусу. Понятно? Вот. Плюс удвоенный космус K3Y. Вот этот с единицей. Плюс удвоенный космус. Ох, чего же здесь, да? К. 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 True. К. и закон дисплессии для произвольного карта так я это стираю смысл это будет, что одно поливание в разные стороны, а другое оба вверх надо посмотреть ну так, у нас два поливания будет, верно? омега квадрат, первое, второе, равно третье плюс-минус эхма-эм и страшный квадрат в поле подковник три плюс два восемь в одной гадости плюс два или восемь в другой гадости и еще вот так вот так вот так вот так два двакон да Леонидович, а в общем случае динамической скорости с каким образом получается? два три эх где эх, количество атомов, где это значит? ну, два ну, два шесть на шесть, что ли? да шесть на шесть это просто просто можно ее взять и разлагать по нему вереволюционным представлениям и получить, соответственно, какие-то обезания, а кому-то нужны так почему они, переводяются? надо, чтобы понять допустим по нему вереволюционным представлениям ее можно рассмотреть, когда К равен нулю ну, да когда К равен нулю, то там нужно по звезде воронку по звезде я просто не помню, как это делается, но как-то как-то и делается, тут интересно, в принципе в принципе короче, приказываем на нулю смот вот, что приказываем так, ну тут будет два плюс два плюс два опа у нас стояли здесь не трое капуле аж одна по звезде ну-ну-ну, это я пошути у нас в другой атом, все переключаемся на конный спец их должно быть шесть, а не три шесть шесть почему шесть? шесть да, мы примножили единица плюс е сильней нуlama Позвучит 3 и 2 к 8. 6 к 8. Правильно? Почему приказ на нулю у нас получается литер день? Представьте каранулю. Есть будет единица, есть будет единица, есть будет единица. 2 плюс 2 плюс 2 будет 6. А! О, господи. 9 и все нормально. Так. Ну ничего же у меня нет. Это я уже обучился с констатой 6. 3. Так. Ну короче, да. 9 получается. И у нас два корня. Вот здесь. Один корень здесь, другой корень здесь. Здесь получается максимальная будет 3 плюс 3, 6. Ну и снял. Так. При К очень маленьком. Что мы получим? Я думаю, если мы получим при К очень маленьком. В при К очень маленьком, разумеется, мне интересует, как будет себя вести омега квадрат вот в этой области. Линии не имеют параболические. Ну омега квадрат будет как квадрат зависит. Да. При К очень маленьком мы здесь получим. То есть, по практичному, разумеется, будет параболическое условие. Ну как здесь будет единица, косинус минус х квадрат. В общем, косинус х приближен к равенному единице минус х квадрат. Правильно? Посему здесь у нас будет под корнем 6 минус что-то на караболическое упало, верно? Под корнем 9 будет. Да. 9 плюс х минус х квадрат на что-то. Ну а это приближенно равно 3 плюс минус х квадрат на что-то. Ну пополам. Можно хрен себе посмотреть, чем равна. На направлении оно будет зависеть. Да ведь? Ну и, значит, перепоставляя это сюда, в одном случае мы получим, что омега квадрат это будет равно 6f на m минус, как квадрат на что-нибудь. Я не буду выдумывать. В другом случае мы получим омега квадрат равное, вот оно как раз то самое что-нибудь на как квадрат. В верхнем случае у нас, ну да, я только напишу только что, омега будет откладывать, а не омега квадрат. В верхнем случае у нас корень квадратный излечет будет тоже какую-то максимум. Ну и, не знаю, есть смысл смотреть на границу. Зона определенная. Нет, тут же на самом деле не как квадрат будет, тут будет от направления зависеть. Ну да, вот эта водовая штука будет зависеть от направления k. Там не как квадрат будет, там будет какая-то комбинация. А, kx, y. В зависимости от направления будет разным языком. Я могу вынести как квадрат, и там будет какая-то функция от компонент k. От компонента. Вот так. Ну, по сути получается решение задачи этой цепочки. А там двух сортов. Да? Нет, нет, нет. Да, там, когда атом двух сортов, то там получается очень просто. Нет, понятно, ну, там, конечно, от направления будет зависеть. Нет, там корень другой совсем. Когда атомы указываются. В тоху вмешиваются разные массы и прочее. Я не помню точно, что там было. Ну, корень там тоже громоздкий. Так, что еще вам сказать, чтобы запомнить? Сегодня в 3 часа лекция японцев. Так, сегодня еще? Да? Сегодня катушек. Что еще сказать? А я, вот. 513 аудитория. 513. Так, я вам что-то на одном дно задать, да? Ну, ничего такого хорошего в голову не приходит. Такое все сложнее. Ну, сегодня мы еще занимаемся, правильно? Добрый слава. Да. Ну, что вы получите сейчас, да? Давайте до конца большого перерыва, а потом еще здесь соберемся. Я вам новую задачку расскажу. Не, а может быть, нас лучше чуть попозже период сделаем, мы еще пообедаем. А то сейчас никто не все равно, потом до 3 часа заберет. Сейчас чуть-чуть позанимаемся, а потом период небольшой, а потом до 3. А вы объясните, зачем это делать? Как зачем? Что это нам дает, это знание? Заблезли. Так, ну что это такое? Это собственные числоты. Нет, это понятно, а в чем особенность. А, в чем особенность? А, в чем появляется особенность этого? Да. Я даже не занимался. Ну, Ваша, Саниногенскую племию дали закрежу, да? Вот. А мы на сегодняшний закон дисперсии. Мы ни того не берем. А у нас закон дисперсии по разным направлениям будет различен? Да. А почему вы сказали, что мы не дали, а не другое же направление вообще? Не-не-не. А, стоять, стоять, стоять. Вы рассматривали поперечные треугольнии, да? Да. Я тоже не знал. Четыре. 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 Там в любом случае возникает. Такая штука. Такая штука. Это из общих соображений. Это в любом направлении. Направление будет зависеть от угла наклона здесь и выгустопа равного. А то, что при k равном нулю, у нас здесь должно быть ноль, два нуля. Здесь два максимальных. Это из общих слоев динамической матрицы. Даже из тех, 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 тех. Ну да, вроде тоже у меня получилась динамическая матрица. Я попробовал два. Получится не ремитер. Хожу сейчас. Ну я примерно только с вами получил. У меня очень похоже на то, что опция. Очень похоже. А если вот это направлельно засматривать, то у меня какая-то здесь получилась. А у меня не получилась, потому что я не осматриваю. Все. Ну еще раз покажите. Еще раз покажите. Ну какой-то у вас получился здесь. Не знаю никакого направления. А уже здесь, да. Вот опять нужно оживлять. Бить на него. Немножко нажмите. Ну кайминг, пожалуйста. В любом случае, я сейчас скажу. Из общей всходной динамической матрицы следует, что при k равен нулю, у него должен быть нулевой борт. 6 и 2 получается, 3 внизу измеряем. Да. Вот одну мы как-то нашли здесь. Ага. Ну да. Я уже вот правил. Одна. Вот этот поперечный калибаник. А две вот один. А две калибани какие? А две калибаник плоскости. Если мы рассматриваем трехмерных случаев. Ставка тоже может быть различные направления. Ну да. Для кубической решетки. Для кубической решетки на самом деле все очень просто. Кстати, ну не специально кубичную решетку. Как вы сможете? Давайте рассматриваем. Давайте рассматриваем гулическую. Пусть решетки будет намного все проще. Потому что там все взаимодействует манипулятором. Ну давай, давайте посмотрим. Вы опять идете, что ли? Да. Давайте. Вот я еще раздам. Как вы догадались, что вот эти направления такие вот. И наиболее интересные, о том, что Игорь и дальше говорил. Ну вот типа в угол и так, и посередине. А это как для этого? А все так правильно? Нет, нет, нет. То есть если взять. Игорь и так, и сейчас соображу, но здесь какая-то негативная расположенность. Вот заходишь вместе в этом направлении, и в этом направлении, одинаково. Пусть на него должен быть крайней шестигоден. А нет, неправильно. Мамин правит? Я согласен. Мини-8. Черт. Что такое? Сейчас я начерчу более-менее нормально. Потому что у меня получается зубов 90 градусов. Так, если... Смотрите. Этого… Вот обратный мешок. Делим эту, чтобы она напала. Эту, чтобы она напала. Эту, чтобы она напала. Эту, чтобы она напала. Переводим через эту плоскость. И они должны нам это видовать. Такой же и будет этот счастлив. Плоскость перцикаляется. Все, я получил? Ой! Вы ее внутрь непрямую строите. Почему нет внутрь? Нужно посмотреть, когда они ограничены. Это самое, только поменьше. Они там как раз в пересечении другого угла стоят. И ничего не обрезают. Вот у вас. У вас пересечение почему-то. Вот так нужно. Все равно криво. А вообще все криво. Все. Криво. Как же? Все. Все. Я сама. Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok